Чем православие отличается от очень многого? Оно утверждает незыблемый закон человеческой жизни, что духовное моё состояние, то есть мой дух, в конечном счёте, определяет все стороны моей жизни, как сказал тот же Иван Васильевич Кириевский, человек – это его вера! Благодарю вас, Владико, за возможность мне встретиться вот с таким богатым коллективом, который сейчас открылся перед моими глазами. Этот богатый коллектив не только богат своими знаниями, но что особенно важно и всегда что особенно ценно, это когда человек богат своим интересом, своим стремлением. Вы знаете, есть одно из высказаний святых отцов, Исаака Сирина, в частности, одного из глубочайших мыслителей. Кстати, знаете, вот философа проходим мы, историю философии там и греческой, и латинской, и русской, и западноевропейской, и индийской. А вот есть философии ещё восточных, так называемых, мы говорим, восточных отцов. И вот там один из них, Исаак Сирин, мудрец, действительно, философ 6-го столетия, он говорил, говорил так, что Бога не нужны, не нужна ни дева, ни монахиня, ни мирянин, ни монах. Правда, интересно. Не нужен ему, тут я молчу, вон это не слышишь, ни архиерей, ни панамарь. Ему нужно искреннее намерение, искреннее искание. И вот это-то намерение, это искание, да, и оцениваете Богом, оценивается им больше всего. Вы знаете, вот интересные есть слова в Евангелии, когда один из учеников попросил Христа пойти, и говорит, разреши мне пойти прежде похоронить отца моего, всё, я потом приду и буду за тобой ходить и слушать. Ответ был поразительный, поразительный. И вы знаете, мурашки по коже просто бегут, когда слышишь, пусть мёртвые погребают своих мертвецов. Речь-то и шла о живых родителях. Какие мёртвые? Какие мертвецы? Вы знаете, вот тот, что подчас у нас собирается, и довольно много людей, и с таким интересом, и которые ещё не знают, что будет, ну, прекрасно чувствуют и даже понимают, что здесь будет идти вопрос о каких-то православных вещах, то есть о вопросах, относящихся к вере наших отцов, которыми жила наша Русь, которая называлась святой даже Русью, несмотря на все те грехи, которые в ней совершались, называлась святой, несмотря, повторяю, на те грехи, как Фёдор Михайлович Достоевский, упоминаемый, здесь писал, «Вы не смотрите на то, что делает наш народ, какие подчас грехи и преступления он совершает, вы посмотрите на то, к чему душа-то его направлена, к чему стремится, о чём он страдает, о чём воздыхает, вот оно, что украшает наш народ, в отличие от очень многих». Вот у нас в истории, конечно, и литературы, и философии мы называем очень многие имена, но некоторые удивительным образом почти, можно сказать, исчезают. И о них даже школьники не знают. А они просто удивительны. Я бы сказал об Иване Васильевиче Кирьевском, который написал замечательную статью, и для педагогов, по-моему, она будет просто находкой. Написал статью «Образование европейское» и о его отношении к образованию русскому. Я не совсем точно, но суть именно в этом. Так, название статьи, где он проводит параллель между психологией русского человека и западного. Кстати, учтите, что Кирьевский великолепно знал психологию западного человека. Хочу вам сказать, что учился у Гегеля, был его великим поклонником долгое время, гонял с ним чаи даже, тот приглашал его, как русского дворянина, и очень талантливого человека, который потом стал православным, кстати, благодаря своей супруге, которая имела, ну, скажу так, что ли, удивительного духовника, замечательного человека, и который просто обратил его внимание, Ивана Васильевича Кирьевского. Ты говоришь, что без Гегеля Россия всё пропадёт, и ничего не будет? А ты попробуй, почитай-ка! И назвала ему некоторых отцов, среди которых был, в частности, Исаак Сирин. Он, как человек умный, и который привык именно думать, когда только прочитал эту книгу, в частности, с очень скромным названием, кажется, ничего не говорящим, или говорящим о каких-то очень вещах, слова подвижнические. Ну, что вы тут скажете? Когда он прочитал, так он сказал, Боже мой, я такого глубокого мыслителя, мыслителя даже никогда и не встречал. Так вот, самое ценное качество действительно у человека, когда он ещё не совсем заполнил, настолько заполнил себя, что уже ему больше ничего не надо. Ой, какой это ужас! Это уже всё! Это смерть! Есть искание, значит, есть жизнь. И в данном случае, вот рождественские чтения, они открывают возможность нам ещё соприкоснуться с той областью жизни, мысли, нравственности и духа, в которой Россия жила, которое было дерзким, ужасным способом, прервано, залито кровью. Но, как говорил Бальзак, это не русский писатель, это французский, как говорил Бальзак, из всех посевов доверенных земле кровь мучеников дала самый богатый урожай. Здорово сказано! И сильно, и красиво! И действительно, вот эта кровь мучеников ещё до сих пор, как знаете, высохшая земля, но которая получает ещё хотя бы немного влаги, ещё живёт и плодоносит, так и у нас ещё она ещё плодоносит. Вы знаете, удивительное дело, у нас, в России, ещё сохраняется, сохраняется вера! Вера не абстрактная, вера не просто, что кто-то, что-то там есть. Нет! А ещё вера в добро, вера в красоту, вера в истину. Скажу вам по секрету, что на Западе уже нет понятия истины, а есть понятие мнения. Вам кажется, что есть Бог. Мне кажется, что нет Бога. Ну, так, ну, какая разница? У каждого своё мнение. Вам кажется, есть добро и есть зло, а мне кажется, что это одно и то же. Ну, пожалуйста! Есть только мнение. Нет истины. Что значит нет истины? Речь о чём идёт? Именно о том, что вот цитировали сейчас здесь святейшего патриарха, Владыка цитировал, и действительно, что критерий истины утерян, утрачен, когда всё существует только мнение, тогда чем же ориентироваться? Каким образом ориентироваться? Где метр? Говорят, он хранится где-то в каком-то, в каких-то подвалах в Париже, метр. Где этот точный эталон? Как сказать больше или меньше? Надо сопоставить с каким-то эталоном. Так вот, христианство утверждает, православие, что истинное понимание добра, красоты, истины, оно действительно в Евангелии, во Христе. Можно сказать, ну, мало ли кто что не говорит, каждый кулик своё болото хвалит. А может, в Кришне, а может, в Будде, а может, ещё в ком-нибудь. Как сейчас отвлекусь, скажу, как сейчас. Хотите православную этику? Хотите светскую этику? Кстати, так обманули здорово! До смешного! Вы знаете, что такое светская этика? Что такое светская этика? Чья? Есть грубый материализм, Малешотта, Гоббса, есть марксистский материализм, тоже этика Маркса, Энгельса, есть позитивистская, есть неопозитивистская, есть, так называемая, философия жизни, то есть, то есть, ничианская, ничи, который говорил, этика, кстати, этика светская. Что говорил? Больной – это паразит общества. Великолепная правда, светская этика. Ну, ещё ничего не производит, а средства оттягивает. И средства, и деньги, и всё время хороша светская этика. Кантианская, неокантианская, позитивистская. Слушайте, вы знаете, так десятки светских этик! О чём же речь-то идёт? Вам сказали, интересно или нет, кто преподает светскую этику? Какую? Ах, тот, кто написал книжечку! Вот как! Когда мы говорим о православной этике, мы говорим о совершенно конкретных вещах. Вот оно! Вот! Если что плохо, скажите! Что хорошо? Почему не принять? Православие имеет критерии, абсолютно чёткие критерии добра и зла, истинные заблуждения. И этот критерий был выражен не только в Евангелии, он затем неизмеримо множество раз всегда повторялся величайшими людьми мира. И в чём он заключается? В том, что истина не есть это что-то дважды два – четыре, а истина – это есть Он! Ничто! Не мнение, а Он! Если есть Бог, значит, это Он! Вот начало бытия всего! И какое же это начало? Утверждается, со всей силой, категоричностью, утверждается, что этим бытием, то есть, который всеохватывающий закон нашего бытия, является любовь, а не что-нибудь другое! Представьте себе, это ли не истина? Это ли нужно отринуть? Чем мы заменим это? Кто эту истину показал? Причём, как показал? Тот, кто смотрел фильм Гибсона, увидели! Представьте себе, только действительно, это, зная точно, какие издевательства и пытки будут и пойти на это добровольно! Недаром, когда молился в Гефсиманском саду Иисус Христос, его пот был, как капли крови, да, ещё бы! Мы от одной мысли это не знаем, что, а здесь знал точно, но без этого невозможно было сделать для человека то, что нужно было, невозможно, и пойти на это! И действительно, ни один человек, никогда и никто не смог бы на это пойти, если бы он не был Бога-человеком! Но человек оставалось, он человеком был, но действительно, человеком, который показал свою верность этой истине Богу и потом смог пойти на такую жертву! Наша вот эта тема свобода и ответственность связанная с молодёжью – ну, конечно, важная тема! Разве можно что-нибудь сказать вопреки этому? молодёжь, молодёжь – это то, что вырастает из кого? Из немолодёжи! Из родителей! у Иоанна Андреевича Крылова есть замечательная башня, басня листы и корни, листы, то есть листья, чем он заканчивает? Где там листья, хвалится всё, вот что-то корни, вас и не видно, вы все в грязи, в земле, что от вас, проку никакого! А корни потом и отвечают, а не было бы нас, не было бы ни древа и ни вас! Оказывается, любое состояние общества, состояние человека, оно обусловлено какими-то корнями, и этими корнями действительно является прежде всего это его мировоззрение, во что он верит, к чему он стремится, как сказал тот же Иоанна Силища Кириевский, человек – это его вера! Да, мы захламлены этой суетой непрерывной, этими делами, этими страстями и страстишками, которые мучают нас и разрывают на части, но главное – это что? Есть ли в человеке, сохраняется ли у него ещё в душе лампадочка, горит ли она? Что такое лампадочка? Это огонёчек! Ну что вы! Ничего почти не осветишь! Есть ли лампадочка у него в душе? Какая же? Есть, Господи, есть же добро! И я стремился, и я бы хотел быть таким! Но что делать? Что делать? Весь я, весь кручусь вот в этой грязи и не знаю, что делать! Вы знаете, любопытная вещь, что в православии оказывается самым великим и самым близким к Богу становится человек не аскет, не подвижник, не прозорливец, не чудотворец! Вот так! А все только ищут чудотворца! Где там? Нет! Нет! Тысячу раз нет! Макарий Великий, которого называли современники земным Богом, потому что это потрясающий какой-то святости был человек! Ну, это просто редчайший! Бывают вот такие уникумы, как сказали бы мы! Вдруг получают откровение, решительное прямо откровение! Иди в Александрию, столицу того премьеви! К таким-то туда-то по адресу приходит, там семья, встречают двух женщин замужних, детьми, шум, крик, гам, бегают детишки! Макарий приходит и у этих женщин спрашивает, скажите мне, как вы живете? Они говорят, ой! Но они чуть в обморок не упали, потому что узнали, что это Макарий пришел, с ними просто плохо стало, как вы живете, как мы живем, ой, простите, мы не знаем, нам только в аду гореть. Мы и ссоримся, и дел у нас полно, и молиться-то почти некогда, мы только об одном говорим, Господи, помилуй! Знаете, что произошло? Макарий упал на колени перед ними, ушел, и, Господи, благодарю Тебя, наконец-то научил меня и показал, что самое великое, самое благое перед Тобою. Научили его чему? Пониманию того, что наше состояние, наше состояние, оно действительно насквозь прогнившее, да, но в нем сохраняется то, что является самым главным. От меня зависит вектор, к чему я стремлюсь. Или я весь, весь смысл жизни увижу вот в этом, в чем? В том, что я в любой момент оставлю, ибо никто не вечен под Луной, и ничто не вечно. В любой момент. Это знает человек? Знает. И что делает? Нет, и что делает? Ты знаешь, что ты умрешь? Знаю. И что? Ничего? Ой, какой умный! Плывет на корабле? Объявили. Корабль получил пробоины. Корабль не подлежит уже сохранению. Он в любой момент может опрокинуться. В любой момент. Что делать? Я такой умный! Вы тебе представить не можете. Я начинаю свою каюту украшать. Да. Начинаю клеивать новыми обоями что-то такое. А если еще смотрю у другого в каюте получше, оттуда подтиблю еще в свою перенесу. А то вдруг корабль перевернется, я не успею. Ты чего же умные! Так и мы, прекрасно зная, зная, что нас ожидает, прекрасно зная, не надо никаких ни философий, ничего, ничего, живем как бессмертные. Вот это да! И даже не подумали, все-таки корабль-то в любой момент может перевернуться. Может быть, надо спасаться? Может, спасаться надо? Недаром Амар Хайям написал, что там за занавеской тьмы запутались в гаданиях умы. Когда ж порвется с треском занавеска, тогда увидим все, как заблуждались мы. только будет уже поздно. Увидим, как заблуждались мы. Сейчас ничего нового в этом отношении нет. Всю историю человек отличается этой своей, я бы сказал, способностью. Способностью какой? Не думать! Поразительно! Гомо сапиенс! Ой, какая ошибка! Какой же гомо сапиенс! Ну что? Он не думает как раз! Он думает только вот об этом, обо всём! Как каюту! Как каюту перестроить? Получше сделать! Кстати, нужно знать, что христианство абсолютно не отрицает, ни на одну йоту не отрицает, необходимости, не только возможности, необходимости, заботы об этой жизни. В главнейшей молитве, которой научил Христос, и то слышим слова, обращённые к Богу, хлеб наш насущный дашь нам днесь. А апостол Павел даже пишет, тот, кто не заботится о своих, и особенно о семье, тот хуже неверного и отрёкся от Бога. Слышите, какие угрозы! В православии вовсе этого нет! Человек двусоставен! И, конечно, у него есть и то, и другое! Вся суть не в этом! Пожалуйста! Пожалуйста, забудьте! Что первично у тебя? В чём смысл твоей жизни? Что главное в твоём корабле? Спасаться ты будешь? Да! Или каюту начнёшь украшать? Вот что главное! Ну, вот у нас в теме после таких слов, как свобода и ответственность, понятия, кажется, понятные, хотя и не очень понятные. Хотя и не очень понятные. Особенно сейчас, в наше время, когда под свободой подразумевают главным образом и только права человека. Мои права! что я могу! Вы знаете, произошло какое-то страшное искажение некоторых вещей. Знаете, какая идея присутствует в этом? В идее свободы на современном уровне, современном, как говорят, менталитете. Права без ответственности, макральной, права без моральной ответственности. Да я ответствен перед законом. Я знаю, нельзя, попаду в тюрьму или меня уволят. Это я понимаю. Я понимаю. Это я понимаю. Без моральной ответственности. Вот это да! А кому какое дело? Что я про себя думаю? Ну и что? Люблю или ненавижу? Завидую или, напротив, сострадаю? Чем православие отличается от очень многого? Тем, что обращают внимание на внутренние... Призывают человека обратить внимание на свой внутренний мир. оно утверждает незыблемый закон человеческой жизни, что духовное моё состояние, то есть мой дух, в конечном счёте определяет все стороны моей жизни. Все! Слышите? Все стороны моей жизни. Какое? В том числе и той, за которой я не знаю, что мы готовы сделать, как каюту украшать. даже здесь определяет это. Потому что всё это в конце кончается. В каких формах это начинает выражаться? Это моё состояние духовное? Ой-ой-ой! Ведь, вы знаете, ну, всем же известно это, за что мне Бог послал то или что-нибудь другое? И даже не знает такой простой вещи, что не Бог посылает нам. Слышите, какую ересь сказал-то? Вы поняли, какую ересь? Вы же все богословское образование имеете, когда я говорю, что не Бог послал. А как же? И вдруг, вот, неизвестная истина. Знаете, какая? Существуют законы материи. Существует? Ну, да. А как же? Существуют биологические законы. Да. Верно. Психические. И никто не говорит, что существуют духовные законы, которые являются первичными и которые в конечном счёте и определяют всю, если хотите, амплитуду, всю совокупность всех сторон человеческой жизни, в том числе и здоровье, и земное благополучие, и внешние формы, и наше всё творчество, и нашу культуру. Что такое культура? Я как-то даже поинтересовался, смотрю, там полторы тысячи определений существует культура, оказывается, представьте себе! Это же с ума сойти! Но что такое культура? Культура это есть ничто иное, как воплощение человеческого духа вот в тех внешних формах, которые мы можем наблюдать. Духа мы не видим, кажется, воплощение и культура поведения одного человека, и творчество народное. Всё! Всё является воплощением духовного состояния человека, народа, общества. Вот что такое! И корень где же? Значит, в духовном состоянии! Что же оно есть? Это духовное состояние! Только тогда мы можем говорить о ценности или ложности той или иной культуры, когда мы определим это! А ведь сейчас, вы же знаете, культуру! Какой только сейчас нет культуры! Новая культура! медитативная культура! Господи, да! Трансовая культура! Агонийная культура! От слова агония! Вот дальше даже неудобно произносить мне, как высокобатюшек сидит, но говорят, есть поп-культура! Но это к батюшкам не имеет отношение, вы не ошибайтесь, пожалуйста! Да! Но поп-культура, говорят, всё-таки есть! И даже, и даже, наконец, говорят, даже контр-культура! Чего только нет! Господи, Боже мой! Знаете, всё зависит от того, какой палец в рот положишь! Такая и выскочит вам культура! Агонийная, трансовая, медитативная, новая и так далее! А вот, вы знаете, был в второй половине 19-го, прошлого века, был в Америке, жил такой замечательный человек, священник Серафим Роуз, замечательный человек и подвижник, который пришёл к православию через такие барьеры, через такие, я бы сказал, изучения, через такую борьбу, что приходится удивляться, что вот ещё случаются такие гении духа! Так вот, он говорил, он говорил, новое искусство празднует рождение новой человеческой особи! Он американец был! Американской, повторяю! Новой человеческой особи! И дальше какой же? Дальше читать страшно! Но он констатировал факт! Ниже естественной и глубоко порочной! Точно! Вот мы с вами что сейчас и наблюдаем, и в какой атмосфере мы живём! Да! Он писал, он где-то скончался в каких-то 70-х, по-моему, годах, или даже в начале 80-х, Серафим Роуз, и он писал ещё о рождении новой культуры! Но действительно, действительно, что произошло за это время? Какая вспышка! Что мы сейчас видим? Что в нас мы видим после перестройки? Какой ужас мы видим! Что только показывают! Вплоть до того, что известнейшие наши артисты, артисты в блевотине своей демонстрируют себя! И десятки миллионов молодых людей, вы только послушайте, десятки миллионов смотрят на эту красоту, да? ниже естественной и глубоко порочной! Уже не рождение, а уже народившееся! Вот, оказывается, что происходит! Глубоко порочной! Я уж не говорю о тех извращениях, которые сейчас на Западе путём закона насильно вводятся в культуру, в жизнь человека! Ну, вам понятно, о чём идёт! Речь идёт о гомиках! Насильно, вы слышите, под флагом проповеди, кстати, чего? Прав человека! Одна из европейских резолюций ПАСЭ, это Парламентская Ассамблея Европы, гласит о том, что приняла резолюцию женщины и религии в Европе! И что же говорит? Свобода вероисповедания ограничена правами человека! Кажется, абсурд! Как свобода ограничена правами человека! Разве вероисповедание – это не право человека? Нет, конечно! Ну, что вы! Ну, что вы! обязаны ваши дети ходить на уроки вот эти уроки! Вы скажете, а я в конце концов, я родитель или нет? «Ах, вы что, против? У нас демократия! Поэтому вы не имеете права! Издёвка над демократией! Вы слышите? Издёвка! С одной стороны идёт крик абсолютизации суверенитета личности и прав человека! Права человека выше всего! Права человека выше прав общества! Я где-то даже выписал вам специально это сейчас вам ну, в общем, ну, можете, нет, но неважно! Да! Одним словом! Ну, демократия! Это что такое? Вот парламент побеждает какая точка зрения? Ну, один голос больше! Всё! Меньшинство подчиняется большинству! Да? Да? Согласны? Это демократия! Как вы глубоко ошибаетесь! Меньшинство на Западе это несчастное простите меня меньшинство! И теперь требует, чтобы большинство покорялись! чтобы дети проходили эти уроки! Это ПАСЭ установило день! День гомофобии! То есть, когда должны бороться с чем? Вот, с теми, кто борется против этих всяких извращений! Ох, как ловко! Какой идёт обман! Под флагом всё демократии! Ну, что вы! Я вот недавно в Вене был, и нельзя проехать, что? Парад! Парад! Отвратительное явление! Действительно, нижеестественное явление! Как разодеты! Как ведут себя! Прямо, Всё! Античеловечно же! Что? И, пожалуйста, вам! И это, это, оказывается, является, является демократией! Причём, это же нарушение действительно прав человека! Потому что насильно внедряются вещи, вещи аморальные, и не как-нибудь, а именно насильно внедряются! Кстати, а почему? Интересно, в чём дело? Почему у нас тоже вот так всё по телевидению, ну, интернет – международная вещь, конечно, но посмотрите, что даже у нас, если взять только, только взять одну сторону нашу, нашу, что касается нас, что у нас только показывает, обратите внимание, что случилось? Неужели у нас, у нас надо показывать только кровь, насилие, измены, обман, убийство? Это пошлость эту невероятнейшую, из которой, что там прыгают, делают? Что такое? Слушай, а что такое? Что случилось? Ой, советские мультики! Где вы? Что случилось? Почему? Кто этим занимается? Это же конкретные, значит, люди, причём не какие-нибудь люди, которые обладают, оказывается, властью, причём какой властью? Против которой безвластна сама власть. Слушайте, кто может запретить вот эти вещи? То есть, ну, мы можем сказать, да, вот, если бы президент, там, дума и прочее, но все же мы понимаем, что это вздор. Никто! Всесильные! Всесильные! Откуда ж это идёт? Не так давно открыли Готтарский тоннель и показывали, что там происходило. Это в Италию, под Альпами. Так? Там на этом открытии присутствовали главы европейских государств, там Италия, естественно, Франция, Германия, так, и был концерт. Посмотрите! Если вы немножечко знакомы кое с чем, то вы, наверное, будете крайне удивлены, что за концерт был там и кто там был главной действующей фигурой. Знаете, кто? Не знаете? Козёл! Козёл! Но какой козёл? Не козлик, а бафомет, идол, кому в тайных масонских ложах приносят жертвы и поклонения? И уже главы государств уже не смеют это отвратительные вещи, должны смотреть покорены. Ничего не сделаешь! Как же? Святой Исаак Сирин, о котором я упоминал, писал, написал следующие замечательные слова. невежественная свобода мать всех, всех, ну, он написал слово страстей. Понимаете, что такое страсти? Ну, вот скупость, ну, пьянство, так, жадность какая-нибудь там, ну, злоба, ненависть, невежественная свобода, мать всех страстей. Но что дальше он сказал? О чём стоит задуматься? Конец этой свободы. Жестокое рабство! Да, жестокое рабство! Вот сейчас всё показывают, и будут показывать, и никуда не денетесь! Да здравствует свобода! Почему бы не показать бы, ну, показать великодушие, любовь, верность, мужество, сострадание, милосердие? Ну, почему бы не показать, правда? Нет, нет, это, вы знаете, это не востребовано. Ай-яй-яй! Не востребовано! Прекрасно понимают, что нет такого народа, который нельзя было бы развратить. И вот, к сожалению, идёт вот эта полоса. Сейчас пока идёт развращение. Потом, за развращением, последующий этап, который уже вот так демонстративно показали на концерте в честь открытия Гваттарского этого тоннеля. Это следующий будет этап, когда уже мистические вещи, уже дьявольские вещи, когда уже дьявол уже станет в конечном счёте тем кумиром, перед которым будут поклоняться. Ну, ещё бы! Ещё бы! Атмосфера именно создаётся такая. Но мы говорим о молодёжи, да? О свободе и ответственности. Кажется, да. Что такое свобода? Видите, Исаак Синин что-то сказал? Невежественная свобода – мать всех пороков! Свобода, в принципе, не может же быть свободы, то есть абсолютной свободы, потому что два человека уже они несвободны, уже они ограничивают друг друга. коллектив, уже тем более, общество, конечно, народ, государство, да что вы! Вся суть-то в чём? Где же критерий? Где же он, тот критерий, по которому мы могли бы судить? И вот приходится обращаться, конечно, обращаться. Чем была сильна Россия? Конечно, именно православием. Конечно, именно сильна она, не подумайте, во всех смыслах она была сильна. Я вот всё время на лекциях, очень часто, наверное, если кто слушает, то сейчас будут ругаться на меня, что я привожу этот пример, пример какой, как русская армия, разгромив Наполеона, Наполеона здесь, прошла до Парижа. Если та армия с свободом мысли, армия свободы, атеизма, никакого Бога так шла и, и на своём пути одни шли насилие, пожары, пожары, издевательства, то русская армия прошла от Москвы до Парижа, никого не тронул. Я всё время привожу такое пример, как маленькие девочки прошли. Вот что такое православие! А бились, а в бою как? почитайте Бородино Лермонтова! Что? Да и вся наша история в бою? Да! Вот что такое православие! Даже в этом отношении! Вы знаете, конечно, мы сейчас находимся, мы, я говорю, педагоги, находимся в очень трудном положении, конечно, но ещё будет труднее. Ещё вот у меня впечатление такое, что мы живём вот последний период, когда ещё у нас в России такая свобода, которой нигде нет! Вы слышите? Пожалуйста, поймите! Пожалуйста! Нигде нет такой свободы, как и в России сейчас! Все ценности относительны! Что вы! У нас пока нет многих гадостей! Нет в том смысле, что законодательно, нет принятия, принятия это официального, законодательного, государственного и так далее. Ещё пока есть противостояние очень многим вещам. Вот! Пока ещё мы находимся в относительно свободном. Мы ещё можем говорить о православии не просто как, знаете ли, культурном феномене жизни нашего народа, а как о ценности, которые сохраняют вот эти вот ценности, нравственные ценности, ещё сохраняют, рассматривают их как ценности, а не просто, знаете ли, как некую дань какой-то традиции. Как важно, как важно, мне кажется, что нам бы на уроках, когда мы имеем находить какую-то возможность хоть две-три минуты, но обратиться, обратиться, по крайней мере, к учащимся и напомнить им о наших замечательных писателях, писателях, которые оставили такую прекрасную литературу. Ведь наша литература, это классическая литература, она же замечательная, эта литература, какого она высокого, морального, я бы сказал, уровня и духовного, даже когда не касается совершенно никаких религиозных там вопросов, но всюду, наша литература, я бы скажу, это красота. Красота! И сравните с тем, что нам эти переводят, эти гадости всякие. Мне однажды прислали список литературы в детском магазине детской литературы. Что там, где детей? Я просто в ужас пришёл! Кошмар какой! Детская литература! Да кто ж этим занимается? Слушайте! Эти ужастики несчастные! Всё там, всё там, всё связано с ужасом! Слышите, создаётся какая атмосфера! Атмосфера сознания! Как дети радостные были! И вдруг всё да! Ужасы, ужастики, колдуны, эти демоны, эти я не знаю кто, вампиры и так далее! Дьявол не может не мучить человека! И даже создавая атмосферу этих страхов и ужасов, уже этим! А что творится с детьми, когда им сейчас, когда они, дети, уже могут сейчас смотреть, видеть и знакомиться с тем, до чего они совсем не доросли ещё, и что крайне вредно для их и души, и тела, крайне вредно! Я говорю о развратных картинах! Крайне вредно! Все это преждевременное познание, это же ужасно действует, действует на всю душу, на всего человека! Всё это, всё это теперь открыто! Что нам делать? Скажут! Конечно, мы не государственные чиновники, и мы ничего не можем в плане этого делать! Но, что же, остаётся своей страны только одно делать! Во-первых, самим, хоть немножко, хоть немножко становиться православным не по крестику, который носим, да, а по жизни! А по жизни! Это первое! Без чего абсолютно невозможно быть! Ну и, во-вторых, насколько это возможно, всё-таки, всё-таки давать учащимся, ученикам, вот некоторые примеры из жизни замечательных людей! Потому что все наши замечательные люди, Россия, они все были православными! Все! Сколько можно привести замечательных примеров? Эти примеры очень нужны! Они так много помогают нам! В противном случае мы будем виновны в том, что мы ничего не сделали тогда, когда мы стоим на грани! Мы на грани! То, что произошло в Европе уже давно, то, что Европа уже отказалась от христианства, уже в европейской конституции даже нет Христа имени, вы подумайте только! Это европейская, это культура, которая вся выросла из христианства. ни слова, слышите, идет прямая борьба против Христа! Это было, это есть! Недаром уже Тютчев писал «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует!» Вы знаете, психологи и вам это скажут, и мы сами знаем, что вы обратите внимание, что какая атмосфера, атмосфера в душах человеческих сейчас, даже уже в детских, даже в юных, какое-то возбуждение, какая-то неприязнь, насаждается неприязнь, теряется любовь! Вы слышите? Любовь к человеку! Я говорю, не о влюблённости только, пожалуйста, не смешивайте! Не о влюблённости говорю! Это животная вещь, которая была, есть и будет! Любовь теряется! Доброго отношения к человеку! Кому? Каждому! Каждому нужно относиться! Вот что теряется! А это страшный признак! Без этого народ наш, по крайней мере, не сможет существовать! Без этого, этого самого необходимого качества, которое нужно, которое нужно человеку! Ну, спасибо! Вы знаете, есть у вас наверняка вопросы какие-то, и поэтому я оставляю время для... для... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаем Алексея Ильич, что мужик и должно дать современная воскресная школа ребёнку? И что она даёт сейчас? Спасибо! Слушайте, вы мне задаёте такие вопросы. Я не преподавал там, не знаком с программами, только скажу об одном. Говорят, не забывайте, что в воскресной школе мы должны преподавать всё-таки евангельские начала, а не ветхозаветные. А то, как не посмотрим, что 10 заповедей Моисеева. Господи, Боже мой! Да что же это такое? У них же такая грубятина! Да кому же непонятно, что убивать нельзя и грабить нельзя? Да это вам скажут, любой атеист вам скажет! Скажут, мы придумали, христиане! Нам же, подразумевали, об этом надо говорить-то! Ну, это само собой разумеется, что это нельзя! Ну, стыдно! Ну, слушайте, придите вы к человеку в гости на какой-нибудь юбилей и скажете! Да чего же вы хороши? Вы не убийца и не вор! Ваше здравие! Ну, подумайте только! Это бы... Так вот, в воскресной школе, я смотрю, это всё идёт какой-то... Слушайте, блаженно нищие духом! Блаженно милостивые! Блаженно те, которые нищие духом что значит? То есть, которые не гордятся! Которые понимают, что я совсем не то, кем я должен быть! Я же знаю, что я совсем не тот! Но во внутрях-то я же себя чувствую, что не то я! Совесть мне говорит – не то! Не то! Так надо хотя бы чуть-чуть-то это понимать же! Слушайте, это каждое из этих положений-то какое великолепное положение! И милосердие тут! И плачь, и ходить о грехах – это образ же плачь! Не в том смысле, чтобы проливать слёзы! Да! И миротворцы! То есть, не разжигать вражду между людьми, а напротив, всячески усмирять! Все эти заповеди! А в это великая заповедь – не делай другому того, чего не хочешь себе! Ну, слушайте, это же надо только прям целовать, не знаю! Не делай другому того, чего не хочешь себе! Вот корень всех отношений, а не эти перечисления! Так что вот об этом, конечно, надо говорить! Обращать внимание, конечно, на Евангелие! Больше всего! Ну, а уж что там дальше, вы знаете, я профан! Тут ничего не могу сказать! Вот как буду, начну преподавать, может быть, да, в воскресной школе, вот тогда уж я вам отвечу! Алексей Ильич, с какого возраста можно приучать детей к молитве? Ребёнку три с половиной года! Стараюсь, чтобы в храме хоть бы несколько раз на службу сказал вам, Господи, помилуйся, внимания! Не напряжу ли я таким образом? Ну, слушайте, с того возраста, когда человек понимает, что когда ему что-то хочется, то надо попросить! Это уже так! И он это очень хорошо знает! Но к молитве? Молитву надо приучать только к правильной молитве! Не к попугаю, ни чью! Это попугай может произносить! Знаете, расскажу вам случай один очень интересный! Правда, можно, да? Случай! Правда, что это интересно! Однажды это в Альпах было с одним высокопревысокопреосвященнейшим человеком, не буду называть им, но высокопревысокопреосвященнейшим человеком, сами понимаете, что так уже всё! Так, сидим там, вдруг нас там встречают, всё такое! Ну, он, человек так... Мы пошли погулять там немножечко, так, а он остался один, там читает журналы! Приходим, он смеётся и говорит, «Вы знаете, что произошло?» Я сижу, смотрю журнал, вдруг слышу, ох, ну, сказать или не сказать, ну, хотя можно сказать имя, ладно, скажу! И вдруг визгливым, тонким, пронзительным голосом вдруг кто-то кричит, «Никодин!» Я вздрогнул, кто ко мне так обращается! Что за странность! Посмотрел, кругом никого нет! Вышел, никого нет! Сел опять, беру, вдруг опять, «Никодин!» Ну, говорит, тут я уже возмутился, это что такое за насмешка уже начинается? Зашёл, потом посмотрел, там же сидит два огромных попугая! И одному из них это очень понравилось себе! И он, значит, выразил это своё чувство! Так вот, мы иногда радуемся, когда ребёнок повторяет просто. Ну да, когда он совсем маленький, хорошо повторять молитвы, конечно! Но, как сказал наш замечательнейший, я бы сказал, и подвижник, и, я не знаю, всё, и учитель, Игнатий Вринчанинов, епископ, сказал так, «Без внимания молитва – не молитва, она мертва, она пустое, дальше, по сути, пустое, дальше что? Без внимания! Она пустое, душевредное! Вот это да! Душевредное! Оскорбительное для Бога пустословие! Вот это да! А я-то думал, читал, вот читал, и всё, слава тебе, Господи, вычитал! Вычитал! Вот это даже душевредное! Вот это да! А почему душевредное? Почему? Слава тебе, Господи, вычитал! Я не такой, как другие, которые не читают! Поздравляем, господин попугайчик! Ты вычитал! Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие! Она мертва! Поэтому, если мы не будем сами обращать на это внимание в наших молитвах и учить, приучать себя к внимательной молитве, тогда мы ничему не научим детей! Они тут же, вы знаете, тут же увидят, как читает человек! Вы знаете, иногда это очень заметно! Когда он читает, как это, как какое-то стихотворение пустое! Видно, что ничего, никакой молитвы нет! Пустые слова повторяют! Дети ой, тонко это чувствуют! У них интуиция не то, что у нас работает! Великолепно! Так что, вот к внимательной молитве, да, вот это, это самое главное, чтобы любая молитва была внимательной! Нет внимания, это самообман! Самообман! А без молитвы нет религии! И, следовательно, если я православнейший человек, который ношу крестик, хожу в храм, а молитвы только вычитываю, значит, у меня не только нет православия, вообще религиозности нет никакой! Это просто только молитва, молитва только делает человека религиозным! А без внимания молитва мертва! Вот так вот! Уважаемый Алексей Ильич, скажите, ваше утверждение о том, что в прекращении хористического общения с Константинопольской церковью есть свидетельство того, что эта церковь лишилась благодати Божией? Это ваше личное мнение или это позиция нашей церкви? Неужели мы, простые люди, можем точно знать, в ком пребывает Божья благодать, а в ком нет? Ну, вы же знаете, Богослова, они же всё знают! Правда же, Богослова? Вот, они всё знают! И в данном случае Осипов, ну, не я, а Осипов, что вы же это? Осипов! Он исходил из прецедента, из исторического прецедента. Это, собственно, тысячу лет тому назад, в 1054 году, точно так же ситуация произошла в отношениях между Константинополем, тогда ещё, и Римом. Рим точно так же себя повёл. Потребовал я, что говорю, извольте подчиняться, «Я имею право командовать вами, я глава, а не кто-нибудь». И что же мы говорим? Всё, увы, окончилось. Всё окончилось. Вы что, пойдёте, теперь что, можно причиняться у католиков, да? То же самое потом повторилось уже в католической церкви, когда в XVI веке возник протестантизм, так там католики проще. Они вызвали вызвали Лютера в Рим, но он не поехал. Иначе бы его просто сожгли. И всё. Он не поехал. Но дело-то в том, вот видите, гордыня – это самое страшное. Гордыня, я говорю, церкви просто. Для человека – это его личный грех. Гордыня церкви уже, то это уже показатель того, что действительно Духа Божьего не может быть здесь. Не может. Ибо Бог гордым противится. Вот в чём дело. И когда становится эта доктриной церкви, тогда мы говорим – да, эта церковь лишилась Духа Святого, пока не покаяться. В данном случае, почему говорим – церковь? Потому что, если бы это патриарх Венедикт, то есть, Варфоломей говорил, так, это был бы его личный грех. И с ним разговаривали, и протестовали, и высказывали ему мнение. Это его, ну, отвечай, голубчик, за себя. А здесь нет. Здесь он собрал собор в своей церкви и уже принял собор, решение соборное. И посмотрите, что сделал. А нафемат стонные, тот же Филарет, Денисенко, прочие, вдруг он восстанавливает в сане. Простите, это что такое? Это у нас вот плоды, он не может восстановить в сане никакого другой из другой епархии. Не может. Почему? Что вы? Какой имею право? Это гордыня Путин? Это всё равно, что прийти в другую семью и начать приказывать. Это кто же это может? Вот почему Осипов это говорит. По этой причине. Вот так. Ну, отца как церковь учат? Наверное, мне кажется, что, наверное, подобно. Так, наверное. Алексей Ильич, можно ли обычным людям читать том Геннадия Принчанинова «Приношение современного монашества»? Ну, можно, конечно, можно. Можно, но только осторожно. Можно. Мы уже говорили вот сегодня о том, кто ближе к Богу. Макарий Великий или вот эти замужние женщины с детьми и с мужьями? Кто ближе? Вот так вопрос. Правда задать? Макарий Великий или эти две замужние женщины? Или такой же случай был, вы знаете, когда Антоний Великий был послан точно таким же образом, был послан к сапожнику в Александрию тоже. Пришёл к нему, к этому сапожнику, а тот, когда, ну, знали же, кто такой Антоний Великий, пустынник, тот действительно тоже упал, что называется, в обморок. А Антоний спрашивает, говори, как ты подвязаешься? Потому что послан был Антоний. Зачем? Поучиться у сапожника. Вы слышите? сапожник сказал, отче, я только одно знаю, что, наверное, все спасутся, а я погибну, потому что я вижу, до чего же я не соответствую тем, тому христианству, которое я исповедую. Только это. Всё. Антоний схватился за лицо и ушёл и понял, насколько сапожник выше его. Почему были посты на это и Макарий, и Антоний? Потому что, видимо, начался червячок уже там. Червячок. Понятно, какой червячок? Какой он червячок? Что я не фунт изюма. Ну, мы же подвязаемся же. Мы же подвижники. Мы уже, у нас и какие откровения, и какие молитвенные состояния, и причём дары, дары какие, вплоть до того, что воскрешали мёртвых. И ангел был посты и сказал, сходи поучиться у кого. Вот, оказывается, какое дело. Поэтому и здесь, в данном случае, когда мы говорим приношение современному монашеству, ну, что, прекрасная, прекрасная вещь, конечно, но всё-таки это специфическое, специфическое. Почему же? Его письма замечательные. Посмотрите, сколько там назиданий письма Игнатия Вринчанина. Это же просто сокровище. Да, и первые его тома, первый, второй том. Изумительно. Их достаточно вполне. Но если кто-то хочет и это почитать, ну, прочтите и это. Прекрасно. Каковы были жены и матери в православной семье? Нажла ли она уходить с работы ради создания уюта в семье и воспитания детей? На такой вопрос ответить очень трудно. Потому что надо знать, что это за условия. Дело вот в чём, что если уход с работы лишит, лишит семью нужного пропитания, всего того, что необходимо для материального существования семьи, то, конечно, это будет неверно. Это, конечно, неверно. Вот в чём дело. Если же эта работа не связана с подобными вещами, то тогда ещё может подумать. Но на этот вопрос может ответить только человек, допустим, священник или какой-то хороший друг православный, который знает, знает вашу семью, знает ваши условия и может действительно дать ответ по существу. В такой общей форме ответить невозможно. Нельзя. Не зная человека, никак нельзя. Потому что, вы знаете, бывают какие случаи, что поймут так, кто не отречётся отца, матери, жены, детей, не может войти в Царствие Небесное. И начинают. И начинают творить такие глупости, что просто приходится просто удивляться, какое непонимание происходит в душах человеческих. Я вам скажу, что очень полезно для решения многих вопросов письма Игумена Никона Воробьёва. Я бы очень советовал вам. Это современный человек. Он скончался в 1963 году. Человек, который знает жизнь, великолепно знал, знал, вот поскольку к нему обращались непрерывные люди с семейными проблемами, да, и в то же время он даёт очень такие, я бы сказал, святоотеческие даёт советы. Не просто от своей, что называется, головы, а даёт святоотеческие советы. Кстати, хочу обратить внимание. Вы знаете, чем отличается православие от других вот этих инославий? Чем отличается? Прежде всего, верностью, верностью святым отцам. Весь Запад, всё западное христианство, как уже я сказал, оно потеряло уже эталон истины. Истины нет, есть мнение. У нас есть ещё это. Что верно, как узнать? Что верно, что ложно, как узнать? Мы имеем, имеем, очень часто имеем ориентир прекрасный. Кто лучше всего мог понимать Евангелие? Конечно, святые люди. Причём, какие святые, я хотел бы всё-таки сказать, потому что церковь канонизирует разных людей по разным причинам, по разным. Например, мученики были, которые просто подвигнуты удивительным мужеством, мужеством страдающих христиан объявляли себя христианами и тут же погибали. Они ещё не знали духовной жизни. Но вы понимаете, чтобы, например, правый разбойник в раю он? Ну да, Христос сказал. Ну, представьте себе, если бы мы сейчас обратились, он бы был писателем и к его сочинениям. Представляете, что он мог бы писать этот разбойник? Ещё о своих разбоях. Так что, я говорю о святых отцах каких? О святых отцах подвижниках. Вот у них, когда мы находим согласие, согласное их мнение по какому-то вопросу, оно является для нас авторитетом и критерием истинности. Того, чего уже нет на Западе. И у нас, поэтому, знаете, вот духовников часто ищут. Ищите тех духовников, которые им дают совет от святых отцов, а не просто от себя. От святых отцов. Скажут, вы это спрашиваете? А вот видите, вот Исаак Селину так писал. Марсенофий Великий вот так ответил. Вот. Марк Подвижник вот это говорит. Сесой Великий, смотрите, приводит какой пример. Понимаете? От святых отцов. Потому что то, что у них мы слышим, это духовный опыт. Это опыт Бога откровенный, а не какой-нибудь. А мы очень часто даём, ну, от своего ума. И часто можем ошибаться. Поэтому ищите, пожалуйста, ищите тех, которые часто, ну, по крайней мере, ссылаются на святых отцов и дают вам ответ от того, что мы называем священным преданием Церкви. Почему предание? То есть передавание. Вы слышите, что такое предание? То, что передаётся от кого? Кто же лучше всех понимал Евангелие? Кто? Ну, конечно, святые. К ним надо обращаться. И батюшки. Почему они являются священниками? Что они тоже призваны передавать этот опыт святых отцов современному человеку. Вот так. Вернемся ли мы к чтению книг человечества? Вот, в нынешнем состоянии? Мне кажется, краеоподным образом зависит от этого, исхода этого вопроса. Вернемся мы еще не вернем. Сейчас мы уже почти ушли. То есть, мать по крайней мере коснуться так далеко в ту сторону от книг от чтения, что уже трудно даже представить, вернется ли назад. Спасибо, Владыка, за ваш вопрос. Я скажу, без чтения нация погибает. Я говорю, погибает интеллектуально, погибает в плане образования, погибает в смысле своего развития и особенно духовного развития. У Исаака Силина есть, например, такие слова. Он прямо говорит, что без чтения мы не можем жить, потому что найти всегда себе достаточно близкого, близко найти духовного руководителя, у которого можно спросить советы, это непросто. И поэтому он всячески призывает читать святых отцов. Я думаю, что пока в нас еще будет жить православная вера, мы будем читать. Я на это надеюсь и к этому призываю и в это верю. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.